Друзья, приветствую вас на своем канале. И в этом видео мы расскажем про пользу и вред хурмы для человека. Хурма – это удивительный плод с богатой историей и многочисленными полезными свойствами. В этом видео мы рассмотрим как пользу, так и вред, связанные с употреблением хурмы. Погрузимся в ее многообразие сортов и способы использования. Итак, рассмотрим пользу хурмы. Хурма обладает высоким содержанием витаминов, таких как витамин А, С, Е. Она также содержит в себе влажные минералы, включая калий, магний, железо и медь, что делает ее отличным источником питательных веществ. Хурма богата антиоксидантами, такими как полифенолы и флавоноиды. Они способствуют защите клеток от вредного воздействия свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение и развитие различных заболеваний. Витамин С, содержащийся в хурме, содействует укреплению иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями и простудами. Хурма содержит диетические волокна, которые способствуют нормализации пищеварения, предотвращают запоры и поддерживают здоровую микрофлору в кишечнике. Калий в хурме помогает снижать давление, что в свою очередь способствует уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний. А теперь рассмотрим вред хурмы для здоровья человека. Хотя хурма богата естественными сахарами, ее употребление должно быть ограничено для людей с диабетом или теми, кто следит за уровнем глюкозы в крови. У некоторых людей могут возникать аллергические реакции на хурму. Симптомы включают зуд, красноту кожи и даже отек. В случае подобных реакций следует немедленно обратиться к врачу. Хурма содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у тех, кто склонен к подобным проблемам. Людям с подобными заболеваниями рекомендуется ограничивать употребление хурмы. В редких случаях употребление хурмы может вызвать дискомфорт в желудке. У некоторых людей, особенно при сыром использовании. Многообразие сортов и способы употребления. Фуэте. Этот сорт характеризуется красноватой кожурой и сочной мякотью. Он отличается сладким вкусом и идеально подходит для употребления в свежем виде. Хурма дайо. Имеет оранжево-красную кожуру и твердую мякоть с приятным вкусом. Он часто используется для приготовления компотов, повидла и других консервированных продуктов. Хурма хачая. Этот сорт обладает огромными плодами с красной кожурой и сладким нежной мякотью. Он отлично подходит для приготовления десертов и желе. Всегда можно наслаждаться хурмой и в свежем виде, добавляя ее в салаты, йогурт или кашу. Это прекрасное дополнение к разнообразию вашей диеты. В заключении важно сказать, что хурма – это не только вкусный фрукт, но и ценный источник питательных веществ. Важно помнить о мере употребления и учитывать свои индивидуальные особенности здоровья. Наслаждайтесь ее вкусом, заботитесь о своем здоровье и будьте в гармонии с природой. Продолжение следует...